Особое мнение на 101FM Это с тем, что те группы инициативные, которые избиркомы регистрируют в разных регионах страны, они регистрируются только для того, чтобы не дать провести референдум коммунистам. Что вы по этому поводу думаете? Я вполне допускаю, что политтехнологии сегодня таковы и власть, я имею в виду президентскую власть, она очень жестко руководит всем. Это показали и последние выборы в Государственную Думу, в областное законодательство собрания и в городскую Думу. Власть нужна консолидация. Она мне понятна. С одной стороны, я вроде бы понимаю задачу власти. Давайте поставим себя на место Путина. Как бы вывели себя? Понятно, что хотелось бы какой-то централизации, но не надо и забывать, что это любого человека касается. И вот, например, в религии нашей, в православной, это и есть вещи. Понимаете, от искушения. От искушения нужно опасаться. То есть искушение, подумать о себе, что я самый умный, что я могу всё решить за всю страну, за всех людей. Вот это каждый человек на своём месте, облечённый властью, должен постоянно думать. И в данном случае я, наверное, с Азонтовой соглашусь. Тем более, вы знаете, есть такое правило. Если ты хочешь развалить дело, возглавь его. Слышали, да, такое? И технологии, к сожалению, работают такое. Ну вот она говорит, что эта команда идёт от Единой России. Она так считает. Потому что если инициативная группа не соберёт нужное количество подписей, то референдума не состоится. И вот все эти маленькие группки, они только для этого и создаются. Ну вот все эти инициативные группы. Маленькие или большие. Конечно, всем этим руководит политическая сила «Единая Россия». Но я бы хотел оговориться, что проблема «Единой России» не в самой форме эта форма, а в содержании тех людей, которые возглавляют её. Как на федеральном уровне, так и на местном особенно уровне. Мы знаем все о них. И считалось, что это люди, которые ведут не туда людей. И они не являются авторитетными. — Ну вот коллеги из нашего новостного отдела в новости, который на сайте хакиров.ру есть, сообщают, что в России по схожим вопросам можно зарегистрировать только одну инициативную группу. Вот в частности по референдуму по пенсионной реформе. И во многих регионах они уже зарегистрированы, в том числе и в Кировской области. И это не КПРФ. — Я знаю. Да. — То есть ваш прогноз в таком случае? Быть референдумом или нет? — Я думаю, что не будет референдум. Потому что, ну вы представьте, референдум это является фактически законотворческой инициативой. Если люди проголосуют против пенсионной реформы, придется остановить. Тут, знаете, страна наша и общество попало в такие определенные тиски. Вот я как экономист понимаю, с одной стороны, что пенсионный возраст по многим показателям, не только экономическим, там бюджетным, нужно повышать. Но не то, как это было сделано. Примитивно, просто посчитали людей за дураков. Вот это, знаете, самая главная оценка последней власти, которая там с нулевых годов, да, Ельцинская, это вообще была фактически воровская шайка, которая разграбила страну и ее просто раздала, приватизировала всю. А вот с нулевых годов те люди, которые есть, они фактически сегодня у власти, это люди не соответствуют сегодняшнему времени. Экономическим реформам, социальным реформам, образовательным, медицинским. То есть они носители старых знаний. Я считаю, что все пришло время обновления. И они ничего не могут сделать. Реформа нужна, но вот изначально она не была продумана. Как так? Мужчинам 5 лет, женщинам 8. Слушайте, у нас... Ну, уже все откатил, Владимир Владимирович. Ну, откатить-то откатил, но вот это же было изначально, было понятно. Вот те острые моменты. Просто не было анализа. Давайте вернемся. Все-таки мы много это обсуждали. И все эксперты, абсолютно все сходятся во мнении, что действительно не была проведена должным образом подготовка. И все-таки сейчас. Вторые чтения в Госдуме будут уже в конце сентября. Накануне запланирована акция КПРФ 22 сентября. В передверии обсуждения это очередной митинг против пенсионной реформы. А справедливая Россия или вы, как человек, присоединитесь к этой акции? Видите ли вы в ней смысл? Я... Нет. Смысл всегда есть. Во-первых, любая оппозиция, когда мы заявляем другую позицию, это нормально. Даже то решение в итоге, вот смотрите, если бы оппозиция не выступала, а стала бы у женщины 63 года. Понимаете? Справедливая Россия присоединится к акции 22 сентября и вы лично? Да, присоединимся. То есть я считаю, что в том виде пенсионная реформа нужна, но в том виде не продумана, не финансово. Ее структура не меняется. Это опять просто пыль в глаза населению. Присоединились в каком виде? Вы придете прямо туда, и не важно, что КПРФ заявлялась? Вы знаете, у нас оппозиционных партий, ЛДПР, коммунистов и у Справедливой России сложились нормальные отношения. Во-первых, в оппозицию пришли те люди, уже которые сами по себе, это не те, которые приспособленцы, которые присоединяются к единой России. То есть, так сказать, правящие партии. А это те люди, которые могут выступать и говорить нет. Понимаете, это особая когорта. Я считаю, человек из оппозиции, это уже заслуживает уважение. Смысл этой ажистии тогда? Зачем? Показать. Мы знаем, что мы в меньшинстве, но показать, во-первых, людям. Мало того, это даже правящие партии нужно. Чтобы была оппозиция, чтобы люди видели, что, ребята, на самом деле есть люди, которые против этого, в том числе и депутаты. Но вы, к сожалению, за нас не ходите, не голосуете. А если приходите, этого недостаточно количества. Окей, вторые чтения пройдут, примут? Да я уверен, что эту пенсионную реформу, вот в том виде, которую я сейчас озвучил, Владимир Владимирович подкорректировал, ее протащат. Имеет смысл после этого еще какие-то протестные акции проводить? Или уже не будет? Вы знаете, сопротивляться и говорить нет, есть всегда смысл. Если мы не собрались умереть как общество, как граждане, как страна, оппозицию нужно... Я знаю, что вот даже по своей позиции, сколько мы выступали там против этой же быковской клики в Думе городской и в тех делах, в которых администрация. Но ведь поменялись времена. Хотя нас было там единицы. Там Садалов, Черезова, Татьяна Ивановна, еще пара тройка депутатов. Люди другие пришли в город в область. Конечно, другие, сейчас пришли другие люди, и все равно ситуация меняется. Она по чуть-чуть, но вот Шугин, например, и Васильев... Сити-менеджер и губернатор. Да, и губернатор. Это не белых и не перескоков, понимаете? Это другие люди. То есть им респект за то, что они по Парку Победы, вы считаете, поработали? Ну, во-первых, по Парку Победы тут заслуги, может быть, есть молчаливое согласие Васильева и Шугина, оно есть поддержка. Но там инициировались совершенно другие люди, это общественники, это и депутаты, это и другие. Но письмо-то написал, я знаю, Шугин подписывал его. Погодите, он дал согласие, что признает ущерб. Да, да, конечно, с ним было проговорено, но это не основное. Немолчаливое согласие. Я согласен. Немолчаливое. Он тут озвучил неоднократно свою позицию. Молодец, Илья Вячеславович, за это ему респект. Это особое мнение Владимира Журавлева и еще о пенсионной реформе. Первый заместитель и председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Он прокомментировал высказывания главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова о том, что уголовная ответственность за увольнение отказа трудоустройства людей предпенсионного возраста может стать препятствием для их трудоустройства. И прокомментировал таким образом заявление Владимира Владимировича Путина, который как раз и говорил, что надо вводить уголовную ответственность работодателей, если они не будут принимать людей предпенсионного возраста, собственно говоря, на работу. И Нилов в своем посте, он размещен на сайте «Справедливой России», он говорит о том, что это практически принуждение людей предпенсионного возраста к низкоквалифицированному труду. Потому что уже и физические способности не те, и с памятью у многих не все так. Они могут просто физически не смочь занимать уже те посты, которые занимали. Ну вот, да, в силу возрастных особенностей придется им переквалифицироваться, как он сказал, там, на дворника или на охранника. Что вы как работодатель скажете, да, и как депутат, и как человек по этому поводу? Ну вот, вы знаете, у нас правящая вот эта элита, которая сегодня на федеральном уровне, ну, я про областную не говорю, потому что решается на федеральном уровне и все, она сегодня, вы знаете, не соответствует уровню знаний. То есть она, у нее квалификация не соответствует тем вызовам. Нет, погодите, погодите, погодите. И у людей предпенсионного возраста, и они вынуждены были, будут становиться дворниками и охранниками. Ну, он утрированно немножко говорит, но я хочу сказать, что он, понимаете, он немножко как бы общественник, политик, он немножко это утрировал. Понятно, что если это директор завода, он дворником, наверное, не пойдет. Ну, в большинстве, может быть, там, 99 из 100 не пойдет. И это такая картинка, которая показатель... И что все должны будут терпеть директора завода до скольки-то лет, даже если он уже потерял возможность руководить? Слушайте, я с этим согласен, но, к сожалению, вы знаете, вот никто не задумывался, а вот когда частный бизнес, у нас, вот я знаю директора, которым далеко за 70 крупных предприятий, исправляются, работают. То есть с директорами все в порядке, хорошо. А что, ну, то есть вы не думаете, что людям вот этого возраста массово придется уходить на какие-то работы низкоквалификации? Нет, это немножко не связано с этим. Тут же, вы знаете, проблема больше всего в психологии людей. Вот вы меня поймете, там, ну, вот кто был в армии, там, представляете, вы там два года отслужили, вам говорят, а вам еще нужно год отслужить там, да? Или даже хотя бы два месяца. Это психология. А для людей, которые там 60 лет собирались выйти на пенсию, говорят, нужно еще поработать пять лет. То есть, ну... Нет, меня интересует один вопрос. То есть вот здесь потерь не будет. То есть люди будут нормально продолжать работать. Да я считаю, что это огромный стресс, что у нас федеральное правительство. Эта реформа, она должна быть постепенной, должна быть... Погодите, Владимир, пожалуйста, отвечайте на мой вопрос конкретный. Есть ли угроза того, что люди предпенсионного возраста в силу этой новой реформы вынуждены будут уходить на низкоквалифицированную работу? После короткого промежутка ответите. У нас перерыв на полминуты. Особое мнение на 101FM Да, это программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает депутат городской думы Владимир Журавлёв. И я повторяю свой вопрос. Считаете ли вы, согласны ли вы с Олегом Ниловым, что люди предпенсионного возраста, которые в новой уже будут о действительности жить, вынуждены будут переходить на низкоквалифицированную работу? Согласен. Будут. Дальше. Что насчёт возможных компенсаций работодателю, которые также под угрозой уголовной ответственности, о которой сейчас говорит в том числе и Путин, должен будет принимать на работу предпенсионеров или сохранять за ними рабочие места? Слушайте, во-первых, уголовная статья за то, что работодатель нарушает все принципы бизнеса. Понимаете, гражданское судопроизводство. Я понимаю, там кто-то может сказать, там не юрист по специальности, Путин юрист, Медведев юрист. Слушайте, это противоречит Конституции, свободе выбора, в том числе право на труд. Есть трудовой кодекс, который всё предусматривает, и там чётко в нём сказано, достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения. Всё, что нужно ещё придумывать. Я думаю, что это просто политическая риторика, чтобы, знаете, не сведущих людей, которых у нас много, но просто таким образом, что мы якобы защищаем ваши интересы. Ребята, пенсионная форма в той форме, она не проходит. Самое главное, я даже вижу, дело не в возрасте, а в структуре. Как дальше будут эти числения? Сможем ли мы, вот кто-то, например, платит всю жизнь пенсию, сможет ли он, вот как в Европе, как в Америке, как в другом западном мире, человек даже не дожил до пенсии, он, эту пенсию может, его наследники могут наследовать и тратить. Это накопление всей жизни. У нас же, как всегда, непонятно, куда они. Они строят большие здания пенсионного фонда. Потом, ну какие-то, помните, в начале нулевых годов, я помню, два раза, они забирали на нужды на оборотку, якобы, Медведев же забирал, на нужды экономики. Слушайте, не надо одну... А вы в курсе, что накопительная часть пенсии и сейчас по законодательству может быть унаследована? Я это понимаю, но, к сожалению... Конечно. А я вот нет. Для меня это было открытие. И я со многими людьми, после того, как нам недавно тут сказали об этом в студии, разговаривал, люди не знают об этом, наследники не знают об этом. Я хочу сказать, что там формально это есть, но на практике покажите мне хотя бы один случай. Там есть, не хватает немножко двух вещей, которые законодатель упустил сознательно или нет, которые не позволят это сделать. Вот и все. Дело в другом. Дело в том, что эту часть пенсии выдают наследникам только по заявлению, а люди не знают, что на нее можно заявиться. Нет, там не хватает. Знаете, как они сразу спрашивают, говорят, а докажите вот эти все платежи. И в итоге с доказыванием бывает очень сложно. Я пока, по крайней мере, ни одного не знаю случая в Кирове или в области, чтобы наследники получили вот эту накопительную пенсию. Возвращаясь к уголовной ответственности работодателей, как вы думаете, такая норма будет принята? Эта норма противоречит Конституции, противоречит законодательству. Не стоит ли тогда это обсудить уже, например, в бизнес-сообществе с бизнесом-будсменом и выйти вовремя с какой-то противоположной инициативой? Вы знаете, я даже не вижу смысла, как юристу это что-то сейчас оспарить. Эта риторика, ну, понимаете, она такая безответственная, я бы сказал. Зачем сказал об этом Бутин? Ну, брякнул. Бывает такое в политике у некоторых людей. К сожалению, я говорю, брякнул, потому что почему? Потому что в трудовом законодательстве сегодня есть это положение. Достижение пенсионного возраста, не сказано какое, 55-60 старое, не является основанием для увольнения. Вот и все. И с точки зрения юридической, как это доказать? Да даже человек, работодатель увольняет этого человека, говорит, да он старый уже. Но он ведь не пишет в формулировке, а и сейчас, наверное, эти случаи есть, я так думаю, но он ведь не пишет в формулировке, что из-за того, что он старый, понимаете, а там придирается к другим вещам, там пьет, прогуливает. То есть формально у работодателя, у недобросовестного, у него всегда есть повод уволить человека. Но в то же время вот положительные моменты... Все-таки такие заявления говорят о том, что прессинг на работодателя будет. Я думаю, что это просто пропаганда такая, понимаете, да, вот якобы мы вас защитим и так далее. Все понятно. Владимир Журавлев, это его особое мнение. К нам пришел вопрос на сайт, значит, спрашивает про продажу, ну, поскольку вы экономикой занимаетесь, продажу торгового центра «Театро», это на Преображенской 65, театральная площадь. Его продавали на аукционе, и не было подано ни одной заявки. Семиэтажный торговый центр, выставлен на продажу, был земельным участком, единым лотом. Начальная цена составляла почти 450 миллионов рублей. Что такое? Почему не продается в центре города торговый центр? Слушайте, ну это вопрос не ко мне, я не спецлист по недвижимости. Но вы часто высказывались по поводу европейского, и тоже там с ценами нормально разбирались. Почему? На европейский много заявок, а на театро нет. Ну, во-первых, у «Театро» нет участка земельного, насколько я знаю, это вот на углу от Преображенской и... Карла Липнихта. Не Карла Липнихта. Слушайте, там нет участка земельного. А зачем он нужен? Есть торговый центр, а зачем земельный участок? Ну, во-первых, там те площади, насколько я вижу, вот... Семь этажей? Семь этажей — это перебор для торгового центра, вы знаете. Я думаю, что там и с пожарными нормами, наверное, не все в порядке, потому что там под торговую площадь уходит один, максимум два этажа, ну, три этажа с натяжкой. А все остальное — это, в общем, такой офисный балласт, который большой ценности не имеет. Лучше бы здесь построили жилье. С точки зрения и риэлторской деятельности, это более выгодное вложение. Уже построили. Что с ним делать-то теперь? Это проблема хозяина. Надеюсь, что это частное ведь наверняка. Ну, пусть человек сам и разбирается. Сам построил. Если захочет продать, пусть снижает цену. У всего есть цена на рынке. Потребности в торговых центрах в центре города еще есть, как вы думаете? Ну, вы знаете, я за рынок бы не стал решать. Сегодня торговые площади, они превращаются не совсем чисто в торговлю, не совсем в офис. Это появляются досуговые вещи, появляются фудкорты, где можно покушать несколько ресторанов разной кухни. Армянской, грузинской, русской, украинской, еще что-то. Появляются детские игровые, где на целом этаже можно поиграть, еще что-то сделать. Кинотеатры. Возможно, там со временем, я знаю, в Москве какие-то театральные театры детские, например, играют, какие-то спектакли. То есть сделать из театра детский театр? Нет, сделать из театра досуговый центр. Возможно, там ветеранов разместить, которые, например, делают какие-то поделки, например. А, ну вот даже не ветеранов. Задумайтесь над людьми предпенсионного возраста. Да, какие-то образовательные вещи. Еще один практику. Это вопрос, да? Вопрос к собственникам. Как организовать выгодную деятельность? 450 миллионов за такой торговый центр, вы считаете, цена приемлема? Я не знаю, метража. Сколько метраж? Не могу сказать. Нет в новостях. Ну, поэтому я, к сожалению, не могу и корректировать. Вот риэлторы ссылаются, что слишком высокая цена. Понятно, продолжаем разговор. Например, по центральному рынку, я знаю, есть покупатель за 2 миллиарда рублей. Но я считаю, что это дешево. За само здание центрального рынка или за весь участок? За весь комплекс вместе с землей. 2 миллиарда это дешево. А сколько? Ну, я считаю, что где-нибудь 3,5. 3,5 миллиарда. А если учитывать, посчитать те возможности, которые дают, может быть, и даже 5,6 миллиарда. Раз уж мы заговорили о центральном рынке, мы вот до программы с вами про урбанистический форум тоже обмолвились. То есть вы сказали, что вы пойдете на него. Обязательно. И одна из тем, которая на урбанистическом форуме и в его преддверии поднимается, это вот приезжал как раз специалист из Санкт-Петербурга, который говорил, что вот есть проекты, которым можно реализовать комплексно осваивая территорию. И превращая огромные участки в новые центры города, он как раз центральный рынок называл одним из приоритетных таких пространств, где говорил господин Перелыгин, директор института Ленги Прогор. Он говорил, что именно эта часть наиболее легкая в осваивании и привлекательная для инвесторов. Рынок надо сохранять полностью, его переоборудовав, но там должны появиться прогулочные улицы с ресторанами, офисами и ни в коем случае не желая застройка. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что мы без господина Перелыгина это знали. Есть люди в городе, к сожалению, они не были связаны с предыдущей властью, понимаете? Я хочу сказать, что вот все, что было при Быкове, при Перескокове, а при этом там при Дранам, при Белых, это все люди, которые там работали, в общем-то, на себя. На себя или на своих приближенных. А в городе куча бизнесменов, я знаю, творческих, созидательных. И на этом месте действительно рынок построить. У нас уже года 4 или 5 есть предпроектное решение, которое мы показывали предыдущей власти. Но понятно, что у них были другие интересы. То есть вы в этом участвовали? Конечно, я в этом участвовал. Есть даже предпроектное решение. Что включало в себя это предпроектное решение? Предпроектное решение это сама идея и привязка к земле. О чем мы говорили? О чем мы говорили? Вот сегодня на тех свободных площадях в центре, где сегодня есть ларьки, ларечки, которые под открытым небом, так-то мы по федеральному законодательству еще с 1 января 2015 года должны все вот эти ларечки на рынках увезти под крышу. Мы нарушаем уже четвертый год, нарушаем это законодательство. Четвертый год. С 1 января 2015 года. Второе, есть решение вот такое, что построить на этих местах. У нас, видите, там две проблемы. Помните, были против приватизации этого рынка арендаторы? Их там больше тысячи человек. Нет, давайте про вашу идею. Что там должно быть? Так вот эта идея, она позволяет и учесть интересы арендаторов, и самое главное, интересы муниципалитета. Хорошо, ладно, без обоснований. Просто какая идея? Построить 20-тысячник, торговый центр, новый, не снося ничего старого в центре, вписав его правильно, организовав. Для того, чтобы в дальнейшем, то есть не весь центр, рынок брать и закрывать, а делать его, идти модулями, поэтапно, по ступеням, пошагово, развивая, но концепцию общую необходимую. Торговый центр на 20 тысяч квадратных метров. Туда поместить, продать, построить на какие деньги? Не нужны кредиты в банке. У города есть земля, она дорогущая земля. На этом месте, вот продать арендаторам, которые там сегодня на рынке по льготной цене, вот эти магазинчики на втором этаже. От 15 до 30 метров мы эту концепцию согласовывали с профсоюзами арендаторов тех на центральном рынке. Они выкупили не каким-то людям со стороны, а именно арендаторам. Этих денег достаточно для того, чтобы построить и первый этаж без денег. Первый этаж у нас остается за муниципалитетом. На втором этаже появляются все вот эти арендаторы, выкупив вот эти площади у города. Что вокруг этого 20-тысячника? А вот для того не сразу нужно это строить, а мы предлагали концептуально как раз весь этот квартал и разработать изначально, идти пошагово. Мы, по крайней мере, решили... Жильем? Нет, жилья не надо. Жилья не надо. А что? Нужна торговая, вот эта торговая современная площадка. Гигантская торговая площадка. Что делать с окружающими торговыми центрами? И потом она не должна копировать торговые центры, вот эти прогулочные зоны. Но это, наверное, не совсем для центрального рынка. Она должна играть роль продуктов питания, которые производятся в области фермерской хозяйства. На 20 тысяч квадратных метров. Погодите, вот 20 тысяч, это два этажа. 10 тысяч первый этаж, 10 тысяч второй этаж. 10 тысяч второй этаж мы продали арендаторам, за счет их построили на 20-тысячник. А первый этаж, я предлагаю, 5 тысяч продать, или нет, не продать, а сдать в аренду всем нашим производителям продуктов питания. БКК, молочные комбинаты, мясные комбинаты, все, что есть. Вы просчитывали, такая необходимость есть в таких торговых площадях? Она есть в фирменных магазинах, понимаете? Нет, там есть такая необходимость в городе делать такую торговую доминанту. Есть, есть. Экономические обоснования вы, как экономист, просчитывали? Да. Люди будут туда ходить? Я хочу сказать, этот торговый центр будет нам приносить 5-6-7 миллионов прибыли в год. А в месяц, в месяц? В месяц, 5-6-7 миллионов прибыли в месяц. Мало того, у нас на 5 тысячах появляется площадка для проведения промышленных выставок. Сегодня выставки по колбасе, по молоку проходят в драмтеатре. Выставки или ярмарки? Ярмарки, выставки продажи. Это площадь, которая вокруг торгового центра. На них промышленные выставки, ярмарки проводят. Нет, сегодня, вот, например, есть у нас отрасль пищевая. Вы там скажите. Все пищевые выставки проводятся в Доме культуры Родины, в филармонии, в драмтеатре. Да, вы предлагаете на площадях вокруг 20-ти тысячника проводить? Нет, не вокруг, а внутри. А вокруг-то чего? 5-тысячная. А вокруг-то чего? Вы знаете, что у нас нет негде проводить промышленные выставки. Хорошо, у нас есть оборонка, есть бытовое, там, потребительские товары. Лепси, АвиТек, Маяк, где они могут выставить? Где выставку проводить? Все, у нас нет площадки. Вот в этом торговом центре. Так как нет у нас концертного зала, правильно говорит Васильев, так у нас нет промышленной выставки. Поняла, рынок, магазины плюс помещения для промышленных выставок. Конечно. Под одним, под одной пищей. Конечно, конечно. Так и не сказали, что вокруг этого торгового центра будет произведение? Нет, вокруг торгового центра, во-первых, там должны быть, ну, наверное, правильнее убрать подземную, подземлю в постоянке. Потому что к центральному рынку проблема, парковка, да, конечно. А там ничто не мешает. А вокруг-то чего? Вокруг, а там дальше нужно прописывать, понимаете, вот я вписал предварительно, мы решили задачу. Пока неизвестно, что. Пока 20-тысячник, а вот все остальное, все квартально нужно планировать. Все понятно. Владимир Журавлев, это его особое мнение, прервемся на полторы минуты и продолжим. Особое мнение на 101FM Да, это действительно программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает депутат городской думы Владимир Журавлев. У микрофона работает Светлана Занько. И у нас одна из самых популярных новостей на сайте хоккирова.ру. Часть игроков Родины не ходит на тренировки. Хоккейный клуб Родина. Продолжается эпопея. И главный попечитель команды Родина комментирует вот это. Он сам говорит, что игроки не ходят на тренировки. Говорит, сейчас состояние у клуба глубокой неопределенности, но при этом присутствует энтузиазм. И он надеется, что пока идут соревнования, игроки смогут втянуться. А кого попечителем называете? Маури. Андрей Маури. Он не попечитель, а он директор, по-моему, клуба. Прекрасно. Руководитель клуба. Но, во-первых, я хочу сказать, мне понятны его слова с энтузиазмом. Потому что, понимаете, без веры, без оптимизма тогда и жить не надо. У нас не всё так хорошо. Поэтому оптимизм у людей, которые ещё намереваются жить, они всегда... Оптимизм всегда присутствует. Единственное, что это нужно подкреплять. Говорил и говорю, что проблема не только хоккейного клуба «Родина», но и там... Нет, давайте про хоккейный клуб «Родина». Динамо, волейбольный клуб, баскетбольный клуб. Та же самая проблема. Нет, не та же самая проблема. Только на хоккейный клуб «Родина» из года в год ищут и находят у предприятий десятки миллионов рублей. Десятки миллионов. Их ищут и находят. И в этом году собираются тоже найти. И заявляются на соревнованиях, потому что Федерация хоккея с мячом России подтвердила участие «Родины» в клубке России. Команды, игроки, которые не ходят на тренировки, и, видимо, в процессе Кубка России они будут втягиваться в игру. И на это ищут и находят десятки миллионов. Как ищут и находят, вы знаете? Ну, на самом деле, вы мне сначала покажите свёрстанный бюджет. Это всё может быть на бумаге, это желание. И вот я знаю, что к Андрею Альбертовичу в Мауре многие относятся как бы неоднозначно. Но, хочу сказать, вы знаете, в трудный момент человек пытается хоть что-то сделать. Да при чём тут человек? Игроки не ходят на соревнования. На них опять же находят, повторяю, десятки миллионов. Слушайте, если вам не платят зарплату несколько месяцев, может быть, у кого-то и не было желания. Зачем? Объясните играть в Кубках игрокам, которые даже не ходят на тренировки. И зачем находить эти деньги? Объясните, Владимир, я вот как хозяйка своего бюджета не понимаю. Это просто фраза, что не ходят. Может, не ходят два-три человека. Давайте к конкретике переходить. И для меня... И что? Это нормально для команды спортивной? Я считаю, это ненормально для нашего региона и для нашего министра спорта Георгия Андреевича, который не может найти деньги. Если ты... Слушайте, еще раз. Слушайте, проблема... Тратятся десятки миллионов. Люди не ходят на тренировки. Все рассыпается. В очередной раз собирают предприятия. И вы не можете не знать, Владимир, как это происходит. Тут они заявляли у нас в студии. Их собирают. Они платят. Не от того, что очень хотят поддерживать команду Родина. И мы имеем то, что мы имеем. Это не похоже вот сейчас на совсем уже агонию? Я вижу, мы предлагали еще 4 года назад ту систему финансирования и все остальное, которое могло бы решить проблему. Власть нас не слышит. Ну, раз не слышит, пусть там Шульгин, Васильев, Георгий Андреевич, министр нашего спорта решает проблему, сами варятся. Есть люди, которые знают, как это решить на местном уровне. Опять есть люди. Есть люди. Объясните ситуацию. А что объяснять? Если дураки у власти, если люди, которые некомпетентны, не можешь решить вопрос. Это Барминов сейчас? Вы его называете? Да все, кто не может решить. Ну а что так? Который не может решить вопрос. Конечно. Убрать его надо? Конечно, надо убрать. И взять того человека, который скажет, я решу вопрос. Клуба Родина, футбольного клуба Динамо, волейбольного клуба, баскетбольного клуба профессиональных. Это организационная работа. Знаете, сколько денег выделяется на всей федерации Кировской области в год? Знаете, сколько? Слушайте, все рукопейки. Порядка 50 миллионов на 50 примерно федераций. На один только спортивный клуб Родина сколько нужно денег? Давайте договоримся, как формируются эти 50 миллионов. Там в основном федеральные деньги. Федеральные деньги. Это на развитие детского спорта. Да, на развитие детского спорта столько, а на хоккейный клуб Родина для нормального функционирования нужно на 180. Слушайте, а как Татарстан решает у него во всех основных видах спорта чемпионы? Мы можем сказать, что у нас все ресурсы как Татарстан. Я считаю, что нужно уметь. Не надо было все приватизировать, в том числе ТГК опять, все тепловое. Это уже прошло. Давайте от этой точки скакать. Я считаю, что нужно искать финансирование, инвестирование. На хоккейный клуб Родина. Конечно. А детский спорт, пускай вот с этими 50 федераций, 50 миллионов. Вы знаете, я раз уже сто об этом говорил, я уже устал говорить. Я знаю, как это сделать. Я Барминову говорил. Готовы стать министром спорта? Если вы знаете. Мне достаточно стать советником. И если люди будут это решать, встретиться с Васильевым, я знаю решение. Зачем Маури такие заявления делает? Я когда читаю эти заявления, я уже не знаю, смеяться или плакать. По-моему, это просто гангрена и нога, которую нужно отрезать. Вы знаете, я, к сожалению, от хоккейного клуба, от его интересов очень далек. А что же вы его так защищаете-то? Погодите, я любой спорт буду защищать. И это, понимаете, это часть культурно-спортивной жизни общества. Слушайте, у нас Пучин, о котором сегодня уже говорили, сказал. Вот четко. Не должны поддерживаться профессиональные клубы никакими сборами. Я всегда был противником. Нужно поддерживать детские. Хотите, скажу, это быковская установка. Из бюджета города или области мы все время поддерживаем. Футбольный клуб «Динамо», хоккейный клуб «Родина», волейбольный клуб, баскетболь. Это нужно. Власть должна организовать так. На хоккейный клуб «Родина» трясли всегда с бизнесменов деньги. Погодите, а должны правильно схемы работать? А бизнесмены должны свои деньги скрипя зубами вкладывать? Ну, смотря какие. В умирающий клуб. Смотря какие. Большие. Погодите, если это молочная мясная промышленность, ну, так, наверное, нет. А есть монополисты, естественные. А что это не должно? Молочные. У нас есть молочные монополисты. Слушайте, а вы в курсе, что у нас по 500 миллионов тепловики вывозят, которые собирают с населения плату за теплую и горячую воду? С Т-плюс отрисуют деньги. По 500 миллионов в Москву. С Т-плюс отрисуют. А они вообще должны давно это содержать. Все. Значит, Журавлеву в министры спорта и Т-плюс будет обеспечивать Родину. Есть Лукоил, есть движение нефтепродуктов. Вы бы это сделали? Конечно, сделал бы. Легко. Главное, что должен меня поддержать в этом губернатор, и все, возможно, сделать. Владимир Журавлев, его особое мнение. Появится Родина, футбольный клуб «Динамо», волейболе и баскетбольный. У всех появятся хозяева финансировать. Притом внебюджетное. Так, Владимир Журавлев, его особое мнение, он готов стать министром спорта и найдет сразу же у монополистов деньги на развитие всех профессиональных команд города. Правильно? Я готов стать советником. Для этого мне не нужно быть министром спорта. Я не перевираю ваши слова. Нет. Даже в роли советника, к которому будут прислушиваться. Хорошо, дальше поехали. Про благоустройство поговорим. Люди жалуются на криво уложенную плитку на новых тротуарах города. Вы видели новые тротуары? Конечно, видел. Ну, во-первых, то, что впервые при нынешней власти стали делать тротуары так массово, это впервые. Хочу в этом положительный момент. Но это не значит, что мы сейчас будем успокаиваться и радоваться, и хлопать в ладоши. Так же, как вы заметили, асфальт положили другой в этом году везде в городе. Вот даже не удержусь. Представляете, в моем округе сделали все улицы. Все улицы сделали асфальт. Хотя, может быть, там нужно было и на Октябрьском проспекте и так далее. Ну, потому что когда депутат тоже немножко их поджимает людей. Представляете, я даже два года назад даже не мог мечтать об этом. А вы участвовали в процессе? Конечно. Там же голосование у нас было. Конечно. В собирании документов там. К сожалению, ни один другой депутат в этом не поучаствует. Но люди жалуются на то, что тротуарную плитку кладут криво. И первые же дожди и лужи ее размывают. Мало того, я вам хочу сказать, ее сделают, во-первых, не по технологии. То есть технология подразумевает определенный состав. Многослойный пирог. Укладка, вы имеете в виду. В-третьих, не сделано водоотведение. А вода, она будет скапливаться на этом. Это во-вторых. Это во-вторых. И в-третьих, закупается, как всегда, некачественная плитка. Вот эту плитку, давайте я Илье Вячеславовичу шугину. Пусть проверят на стандарт ГОСТовский. Там цемента не докладывают. А у нас самый большой поставщик плитки кто в городе? КССК. КССК. Некачественная плитка, вы говорите, закупает. Ну, так мы проверяли. Вот в Александровском парке 3-4 года назад положили всю набережную. Вы посмотрите, разрушается сама плитка. Бывает в плитке, потому что дешево. А почему дешево? Потому что цемента недостаточно. Мы ее взяли, посмотрели. Вот я, как депутат, в этом округе взял. В ней норма по цементу 8 раз ниже. Ну, о чем мы говорим? Так, а вы будете проверять то же самое с асфальтом? Задача плохого асфальта, конечно же, условия водоотведения и все остальное. Но не должна разрушаться сама плитка. А некоторые производители, например, дают гарантию на плитку. СССР дает, по-моему, сколько ли, полгода или год. А есть, в Кирове, 5, 10, 25. 5 лет дают на брусчатку. Пусть она 30% дорожная, может, смысл ее, потому что стоимость укладки и стоимость брусчатки, это примерно 50 на 50. Ну, давайте будем перекладывать через 3-4 года. Значит, дешевая плитка, несоответствующая нормам. Конечно. А вот тут, смотрите, я размещала... Ну, давайте, мои слова, вот любой человек может взять брусчатку, вот она, набережная, вот Александровский парк, взять, есть лаборатория сертифицирована. Ну, проверьте, что там говорить, там все доказывается просто. Когда вот 4 года назад или 3 года назад там по частям укладывали, мы взяли специально брусчатку, я как депутат, потому что были жалобы, проверили, недостаток цемента в разы. Вот из-за этого дешевле. Ну, вот еще под конец такая новость интересная. Проходит каждый год в Ядских полянах в августе месяце фестиваль шляп. Это уникальный фестиваль для России. Там есть у нас музей шляп. И в этом году они соорудили гигантскую шляпу в диаметре почти 5 метров и высотой 2 метра. И теперь говорят, что шляпу негде хранить. Сам музей очень маленький. И предлагают любому эту шляпу взять и разместить где-то. И я хочу у вас спросить, как вы считаете, нужно ли сохранять этот объект и где бы ему найти применение? Слушайте, ну вообще молодцы, Ветские поляна. Очень оригинальная идея, креативная. Ну, не знаю, кто создал шляпу, я считаю, что кто родил этого ребенка, тот и должен пристраивать его. Ну вот они сообщают, они объявили об этом, что, к сожалению, в Ядских полянах хранится она сейчас на складе, а хочется, чтобы ее люди видели. У вас идеи есть? Ну, сходу нет. Вот вы мне впервые предложение сделали. Надо же подумать. Ну вот смотрите, я сходу могу вам сказать, я вот что думала, что у нас есть, например, кукольный театр с высокими потолками. Почему бы не устроить временную экспозицию, под ней фотографироваться? У нас достаточно много помещений, торговых центров, где можно было бы повесить шляпу. Можно было туда приводить звезд, чтобы они клеили, как на аллее славы, свои звезды. Нет? Ну, слушайте, надо, на самом деле, может быть, надо посмотреть на шляпу живьем. Вот вы сейчас рассказываете. Фетровая шляпа, большая. Ну, я примерно представил, да, пять метров в длину, два высоту, да? Нет, в диаметре. Такой цилиндр. Пять метров, а высоту два метра? Да. Ну, это рост человека, притом немаленького, да? Ну, дайте мой телефон, может быть, что-нибудь придумаем в городе где-нибудь. Я буду давать, это еще только вам интересно, это все есть в интернете. То есть вы все не представляете, они сами пускай представят. Жаль, я думала, что сейчас под конец программы какую-то феерическую идею представить. Хорошо, я попытаюсь порешать, не нужно увидеть, понимаете? Вот любой человек... Надо сохранять ее, как-то использовать. Ее можно использовать вообще, как вы думаете? Конечно, возможно. Окей, хорошо. Ну, дело-то, конечно, не в шляпе у нас все. Вы знаете, любой нормальный человек, который занят делом, мне нужно посмотреть, потрогать, потрогать руками и посмотреть, что можно с этим сделать. А вы приезжайте в Ядские поля на следующий раз на фестиваль. Такое интересное мероприятие. Если пригласят, да. Вы представляете, Слава, ну я же... А вам индивидуальное нужное приглашение? Ну, я даже не слышал про такой фестиваль, честно говоря. Вот видите. И ни один, кстати, представитель правительства тоже не побывал в этом году. Ну, наверное, из правительства это неправильно. А расстраивались организаторы. Тоже шляпу не трогали своими руками. У меня есть объяснение, я городской депутат. То есть меня интересует все, что в городе Кирове. Вот здесь я стараюсь отслеживать. Давайте шляпу в Кирове. Кстати, вы знаете, я хочу пригласить в конце, приятное, на углу улицы Казанска и Розыксембург. Сегодня там открывается новый сквер и, самое главное, открывается новый фонтан, шикарный в виде каменного цветка. Это вот идея. Собрались Горводоканал, администрация Первомайского района, депутат, в частности, и ваша слуга покорная. То есть мы выделили все деньги, сбросились. Горводоканал поставил там насосы, систему вот эту. И там будет шикарное место, когда люди договорились. Притом, вот этот проект непоказушный, понимаете? Вот просто люди сказали, да, что ли хорошее сделано? Бальзам не на душу, потому что это в рамках проекта «30 скверов». Это так хорошо, что это происходит. Конечно, но там еще и фонтан. Да, это прекрасно. Шикарный, при том, такого фонтана в городе. Крупномеров там не хватает. Вот если спонсоры еще скинутся, то крупномерные деревья надо посмотреть. Но мы подумаем, там, может быть, какие-то скульптуры интересные поставим. Скульптуры — это не деревья, а сквер — это деревья. Ну, согласен. Спасибо, все равно радостно. Владимир Журавлев, это его особое мнение. Приглашаю всех 6 часов сегодня открытия. Программу вела Светлана Занько. Всем хорошего дня. Особое мнение на 101FM